Всем привет! Сейчас я хочу показать вам уже наработки, какие имеются. Делаю работу я на конкурс, конкурс МЧС. Собственно, и сама программа по этому направлению. Итак, в центре экрана вы видите программу, которая устанавливается на рабочий стол, то есть на персонале компьютер-оператора, сотрудника МЧС, который должен принимать какие-то действия, когда к нему поступают запросы об эвакуации пострадавших, так скажем. То есть я, допустим, гуляю по лесу, у меня есть телефон, ну, зона покрытия сети 3GSM вполне позволяет мне звонить и отправлять смс. Вот. И заранее, пойдя в такой поход, я подумал о безопасности, и поэтому я установил, так скажем, мою программу на мобильный телефон под управлением Android. Программа называется OSA Rescue, то есть, как приводится, отца спасателя. Суть этой программы очень простая. Когда вы находитесь в чрезвычайной ситуации, как я говорила, это, допустим, пожар в лесу, когда вы не знаете, куда идти, ветер дует непонятно в каком направлении, дым, гарь, трудно дышать, бежать нет смысла, потому что надышишься дыма, ну, хотя бежать всегда есть смысл. Ну, не знаешь, в какую сторону, можешь выбежать в таком направлении, что просто огонь перекроет выходы, пути отходят. Вот. Оператор, сидя за компьютером, как вы сейчас видите, допустим, это контрольный, ну, пункт оператора, видит на программе карту. У него есть слева, вот, окно, это активное, это карта. На ней он может перестать карту, может узнавать координаты местности. На карте видеть явно различные отметки, может указать точные GPS-координаты, что далее я сделаю. Вот. Карта здесь может быть разного вида, это может быть OpenStreet, Google Maps, в общем, здесь, наверное, все такие есть вообще карты, да, закачивали. Пока нету карты с метеосводками, я, скорее всего, это сделаю чуть позже, если получится. Вот. Ну, допустим, Мурманск у нас здесь, стандартная, это точка отсчета. Итак, допустим, я нахожусь в лесу, у меня есть телефон, и сейчас я запускаю свою программу, вы это не увидите. В своей программе, про которую я говорил о САС-спасателе, я нажимаю на кнопку эвакуации, то есть я запрашиваю маршрут для эвакуации по моим GPS-координатам. Отправляем. Оператор, находясь за компьютером в правом верхнем окно, получит сообщение. Сейчас оно придет. Вот оно появилось. Получено SMS от номера, как вы видите. И в нем содержится запись Emergency Evacuation for my GPS location. То есть, отправляю я по-русски, по-русски, то есть не хотел перекодировать. Это обозначает, что срочно требуется эвакуация по моим GPS-координатам. И, собственно, в самом конце GPS-координаты, которые нужно указать в программе в широте и долготе. Допустим, оператор может скопировать и вставить, скопировать, вставить и нажать поиск GPS. Сейчас я скопирую свои координаты. Мои координаты немножко отличаются, просто чтобы... А, я их уже ввел заранее. Нажимаем поиск GPS. Оператор определяет с некой погрешностью, о которой я пока не буду говорить, потому что полные координаты, они чуть больше, чем указываются здесь. Нажимаем поиск GPS и перемещаемся в центре карты, где я нахожусь. Ну, сейчас погрешность... А, вот. Спутники, как видите, здания, в котором я нахожусь, погрешность здесь сейчас составляет из-за того, что не полные координаты около 50 метров дома. Поэтому, так как я нахожусь в этом доме. Итак, мы узнали координату пострадавшего. Мы можем увидеть на карте. По идее, на эту же карту должна быть наложена там, карта погоды, там, текущие координаты ветер, куда дует ветер, где пожар. И на этой карте оператор, допустим, может отметить зону, в которую там входит наш пострадавший. Вот. Он может точками набросать пути отхода. Эти координаты он получает, пока я их не выложу на экран, пока я это не сделал. И в правом окне GPS, SMS он вводит номер телефона, который прислал, с которого пришло сообщение, и вводит контрольный код. Допустим, это будет ОСА, инициализация программы, и дальше будут координаты там. Я сейчас просто от балды ввожу. Это может быть как одна точка, в которую по прямой человеку, пострадавшему, можно идти. Также это может быть точка несколько точек, которые через запятую указываются в программе. И отправляем статус отправленный. Видите, это сейчас старый статус остался. Я просто проверил. Теперь нажимаем отправить. Ждем подтверждения статуса, что у нас написано отправленным. Сейчас должно... А, подтверждение не будет. Я не поставил галочку. Ну, поставим галочку, чтобы убедиться, чтобы оператор убедился, чтобы сообщение дошло. Отправлено. Сейчас уж на мобильный придет сообщение. Оно пришло. Оператору сейчас будет сообщено, что он получил, оппонент получил наши координаты. И так вот мы видим. Можем это закрыть. На телефоне я еще не сделал, но это в планах. Думаю, осуществимо. Вот эти координаты будут выводиться на карте несколькими точками. Там, А, Б, С, Д и так далее. И по возможности эти точки будут соединены линией, по которым нужно будет выйти из зоны. из функционала я здесь думаю добавить еще такую функцию, как отправить беспилотно летающие объекты в зоне бегствия. Это мой адром. Суть простая. Либо нажимаем отправить, заранее узнаем точку, куда он должен лететь. Робот улетает в эту точку и кружит над ней, снимая обстановку. Либо мы думаю это будет проще пока, чем по GPS предметам. Нажимаем отправить и нам открывается консоль управления квадрокоптером, с которой мы прямо со стационарного функция летим и смотрим что происходит. Также еще здесь функция отправить платформу в зоне бегствия. Это моя шестиколесная платформа с камеры на борту. Ну, пока так. Слана. Кнопка скорая, полиция, газ и так далее. Это, допустим, для связи между самими службами безопасности, спасения, охраной и тому подобное внутри их внестики. Ну, собственно, пока на этом все. Была проблема у меня с передачей и приемом смс-сообщений. Как видите, я ее решил, сообщение я получал. Получаю через 3G модем запросами от AT-команд. Да, перекодировка это на самом деле не так сложно, но выносит мозг. Координаты вот эти, которые я здесь указал, я вам показать, что они пришли на мобильном устройстве не могу наверное, ну и в принципе придется поверить не на слово. Но они пришли. Сейчас я сам да, они пришли. Вот. Думаю, на этом все. Спасибо за этот момент.